Куда летим, Лёв? Куда летим? Лёв, приехали? Куда? Куда? Это хороший вопрос. Сейчас посмотрим, куда мы приехали. А приехали мы, Лёва, в Копенгаген. Один из лучших городов мира. Удобно из аэропорта Копенгагена до центральной станции 15 минут на роскошном поезде. Тут все живут по Хьюге и радуются моменту. Люди здесь работают очень мало. В целом жизнь очень расслабленная. Тут в центре города есть анархистская территория, где можно всё. Как хиппи, они живут. Кто хочет, работает. Кто хочет, не работает. Российские мигранты в моменты тоски по родине могут прижаться к родному москвичу. Чтобы русский человек мог подойти, обнять, видимо, этот столб и вспомнить о москвиче. И всё это на фоне роскошной архитектуры. Я кайфую, исследуя новые районы. Пойдёмте посмотрим, почему тут так классно жить. Удивительное место мы попали. Как и сразу вспоминается известная поговорка, я стою на асфальте в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли я ебнутый. Оставляйте комментарий, если вам понравилось, как Илья читает стихи. Но в Копенгагене они как-то едут, потому что у них здесь пластиковый склон на крыше мусоросжигательного завода. И народ приезжает сюда на лыжах и на сноубордах, чтобы покататься. Выглядит это очень странно. Прям в шлемах, в куртках. Вот как народ тут катится. По траве. Подожди, кстати, кто-то забегает туда по лестнице, бегает наверх. И вот, горнолыжный склон, но он такой, кстати. Да, тут если задеваешься, уедешь. Тут вот травка выросла кое-где, на траве прямо совсем скользко. А вот спортсмены забегают тут по этим дорожкам наверх. Я сейчас нахожусь в месте, которое называется Копенг Хилл. Это мусоросжигательный завод. Ребята построили мусоросжигательный завод. И для того, чтобы отвлечь внимание общественности от того, что мусоросжигательный завод, в принципе, не очень хорошо, они сделали из него такой горнолыжный курорт. Здесь специальное такое пластиковое покрытие, по которому можно кататься на лыжах, на сноуборде, на ватрушках. Кроме того, народ использует вот этот подъем для того, чтобы бегать в гору. Если вы тренируетесь, вам нужно бегать в гору, то можно по этим лестницам бегать. И народ этим занимается. Копенганин, удачи, город-то плоский, поэтому здесь уникальная есть возможность. Еще они превратили вот торец этого завода в такую гигантскую стену для скалолазания. Это вообще там сколько-то десятки метров. Тоже выглядит очень круто. В общем, всячески отвлекли внимание от того, что все-таки это мусоросжигательный завод. А как мы знаем, мусоросжигательные заводы, это не совсем правильное решение. Раньше их строили и считалось, что нормально мусор превращать в энергию. Теперь правильным подходом все-таки считается давать всем отходам второй шанс. И как-то их максимально перерабатывать, а сжигать только в исключительном случае. А наличие мусоросжигательных заводов в городе, они провоцируют, чтобы вы не занимались переработкой, а кормили этот завод, чтобы он мог как-то функционировать. Но датчане, тем не менее, построили, наверное, самый красивый и необычный мусоросжигательный завод, на котором теперь катается народ. Да, и все это находится, видите, в какой-то вообще промзоне на крайне города, где народа-то особо и нет. Многие европейские страны считают, что мусоросжигательные заводы угрожают экологии и здоровью. Все потому, что они выбрасывают в воздух вредные вещества. В 2017 году Совет Европы призвал страны вообще отказаться от строительства таких заводов и закрыть уже построенные. Но мусоросжигательный завод в Копенгагене все еще работает. О том, что местные жители об этом думают, я спросил Максима Курбасова, аспиранта Датского технического университета. Что думают на этот счет датчане? И как они относятся к своему мусоросжигательному заводику? Да, есть проблемы. Для примера, одна из главных проблем – это выработка СО2 на мусоросжигательном заводе. И здесь, кстати, наш университет разработал им систему по улавливанию СО2, который стоит сейчас на этом заводе, про который ты говоришь. Он собирает СО2, и позже это СО2 по проекту, опять же, нашего департамента, совместно с нефтедобывающими компаниями Дании и Норвегии, будут закачивать этот СО2 в пласт. Это безвредно. Они улавливают через какие-то фильтры, да, что… Да. То есть это, по сути, очищенный вот этот вот после сгорания выхлоп от сжигания мусора. Да, они улавливают этот выхлоп, его помещают в контейнеры. Они его как-то сжимают? Да, они его сжимают под давление, оно не жидкое состояние, но, да, близко к критической массе. А затем этот СО2 в контейнерах направляется на шельфовые месторождения, и этот СО2 закачивается обратно в пласт, в подземлю, где он не будет вредить экологии. Вот. Давайте теперь поднимемся на вершину завода. Самая вершина мусоросжигательного завода. А вот дымит мусоросжигательный завод. 85 метров высота, вот здесь прямо тепло, красота. Те, кто предпочитает более традиционные места для прогулок, могут пройтись по историческим кварталам Копенгагена. За моей спиной старое здание почты, оно было построено в 18 веке, и сейчас там внутри торговый центр. С момента своего постройки это здание достраивалось, перестраивалось, и сейчас здесь как бы целый квартал из зданий разных эпох, но внутри они все объединены в одно пространство. Когда идешь снаружи, ничто не предвещает беды. То есть понять, что там внутри находится торговый центр почти невозможно, потому что фасады, окна, декор, вывески, все осталось прежнее, но внутри располагаются офисы, кафешки и торговые помещения. И они, в принципе, объединили весь квартал, сохранив исторические фасады и сделав современное пространство внутри. При этом важно понимать, что они не просто сохранили фасады, как это иногда делают, что внутри все сносят, сохранят фасад, а там внутри полностью какая-то новая коробка. Внутри в том числе тоже сохранились интерьеры. То есть там и интерьеры, и пространство, и перекрытие – это все-таки все старое, но они смогли старое знание приспособить и сделать его более актуальным, чтобы оно уже в туристическом центре чувствовало себя неплохо. Сейчас зайдем внутрь и посмотрим, что у них получилось. Как раз дождь начинается. Давай, Лёва, забегай внутрь. Давай, давай, забегай, забегай, забегай. Оп, молодец. И вот как это выглядит. То есть видите, частично сохранились какие-то старые арки, своды, и при этом здесь какой-то торговый центр. Модненькая одежда. Непонятно. Что-то шерстяное. Опять же, из-за того, что это историческое здание, помещения здесь такие не совсем типичные для торгового центра. Может быть, немножко выглядит тесновато, но вот как могли, так и втиснули. Так, Лёв, что тебе нравится? Вон, срегай, костюм, нет? Тут уже такие обычные двери. Еще один пример реновации в историческом районе – помещение бывшего банка. Теперь в нем представляют свои коллекции датский бренд мебели. При этом во всем здании сохранены колонны 19 века из мрамора, сводчатый потолок и старые хранилища банка. В подземном этаже этого банка было хранилище, и здесь остались оригинальные такие сейфовые двери, которые, на удивление, сегодня все работают. Вот, то есть, прямо можно открывать, закрывать. Есть куча каких-то интересных элементов, как все это было сделано. Это банк, и тут хранилище. Теперь в хранилище банка мебельный магазин. И продают всякие классные штучки. Так, пойдем, Лев. Пойдем дальше банк исследовать. А что там? Я не видел. А я не видел, что там? Я сюда пролезу вообще. А вы куда проедете? А, ничего себе. Здесь какая-то маленькая галерея сделали. Очень здорово. А еще здесь сохранились старые банковские ячейки. Ты знаешь, что это такое, Лев? Это банковские ячейки. Тут можно было арендовать такую ячейку и хранить в банке свои ценности всякие. Столик. Ну, ты достаешь свою ячейку, выдвигаешь этот столик вот так, и... Ну, вот-вот, видишь? И на этот столик кладешь... Ну, ключи там были, да. Потрясающий шкаф. Они сохранили колонны. Такой интересный потолок. И вот еще один вход в хранилище. Да, такой вот сейф потрясающий. Да-да-да, конечно, он крутится. Здесь все работает. Все механизмы, это чтобы дверь закрывалась, открывалась. Все механизмы здесь работают. И внутри две комнаты. Их используют тут, как такие тоже выставочные комнаты, где показывают мебель. Самое интересное, в этом мебельном магазине нет никого. Ни консультантов, никого. Можно просто ходить, все смотреть и наслаждаться интересным, необычным интерьером. Так, тут бар. Тоже никого нет. Есть в Копенгагене здание поновее. Еще 10 лет назад они казались мне какими-то супермодными. Теперь же по сравнению с новой застройкой выглядят обычными. Здесь, на самом деле, интересно про эти дома, потому что лет 10 назад, или даже 15, когда их только построили, я сюда приезжал, снимал эти дома, и они казались каким-то чудом. Теперь прошло время. Видно, что домики уже не новые. И если посмотреть сейчас новые районы, то, конечно, налицо прогресс, потому что такое жилье уже не строят. Хотя, когда только вот эти дома беленькие построили, это было прямо такое очень необычное, классное жилье с хорошим благоустройством. А сейчас, спустя 10-15 лет, никого уже этим благоустройством не удивишь. Вот можно посмотреть, как все это стареет. Здесь такое довольно необычное благоустройство, большие волны, которые мешают ходить по этому газону. Ну и вообще, это даже не газон, а тут прям такая высокая трава. По ней при всем желании ходить не очень будет комфортно. Для велосипедов сделали такие загончики. Вот плохо то, что дома были оштукатурены, а со временем вся эта штукатурка немножко стала такой неаккуратной. Все тоже в каких-то подтеках. Видимо, скоро их будут подкрашивать. Есть велопарковки. И с той стороны выход на набережную. И на другой стороне реки тоже уже все застроено современным жильем. Ну и, кстати, обратите внимание, несмотря на то, что этим домиком уже лет 15, никто не застеклил балконы. То есть, столько времени прошло, а фасады, не считая каких-то подтеков от дождей, они такие чистые, никакого самостроя. Люди очень аккуратно эксплуатируют свои жилища. Стоит отметить, что при строительстве жилых комплексов тут всегда заранее продумывают дизайн детской площадки. Здесь у нас детская площадка еще, которую Лёва пошел тестировать. Детская площадка относительно простая, ничего здесь каких-то изысков нет. Качели, такие вот батуты встроенные, кольца, спортивный уголок. Давай! Давай, молодец! Ох, ничего себе! Да ладно, Лёва, еще раз покажи! Потрясающе! Вот зачем нужны эти две круглые штуки на цепях, а я-то думал, зачем они нужны? Так, а у меня так получится, Лёв? Ну-ка дай попробую. Я поняла. Оп! Смертельный номер! О! Я не могу оставиться! Это не для того, чтобы забираться. Для того! Для настоящих! Лазим! Давайте к нам! Побыстрее! Четет еще! Давай, цепляйся! Расскажи, как тебе детская площадка? Хорошо! Вот! А что тебе больше всего понравилось? Ничего! Как ничего, Лёв? Помогите! Спаси! Да, тут есть детская площадка, но какая-то совсем примитивная. Такой детской площадкой нас не удивишь. Песочница для совсем маленьких и гамачки. Здесь, конечно, все красиво, ухожено, но детская площадка нам не подходит. Здесь такая вот необычная детская площадка на крыше спортивной площадки. Тут идет лестница, и здесь с крыши идет такая горка для детей. Очень здорово. Так, Лёв, проведи мне быстрее экскурсию по этой детской площадке. Покажи, что здесь есть. О, а тут такая сетка. А внизу песочница, внизу песочница, домик и качели. Ты видела там внизу? Не пробраться. Не пробраться туда? Не пробраться. А, там детский сад внизу. Так, ну хорошо, давай. Ой, я-то как соберусь, ой, 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 я забрался. Батут горка моя. Угу. Там вон большая горка. Ага. Так, что еще здесь есть? Как неработающий батут. Как неработающий батут. Давай нанесем эту площадку. Неработающий? Головок. Музыка. Это надо на рейде какой-то пускать. Ага. Так, вот тут на хвост. Вот, вот так вот. Мы не нужно не идти, а что там басмак появится, сома. Что там? Вон что. Перчатка чья-то? Перчатка и басмак. Ага. Ага. Так, а дальше? Там дальше можно на самый верх лагерь. Есть вот эти дырки. Вот эти лестницы, они не за кем. Стенка. Вау. А тут прямо такая стенка. А, это вот вход. Там игровая зона для детского сада, которая закрыта. Да. Ну то есть сделали очень прикольно, потому что получается такая вот эта вот лестница, которая служит с одной стороны навесом для игровой зоны детского сада, где у них там песочницы, домики и эта территория закрыта, потому что там это территория детского сада. А сверху это общественная детская площадка. Тоже с лазалками, с горками и со всем остальным. Вот. И такой опять же общий двор, который даже когда вот сейчас дети из детского сада ушли, но он открыт и это как получается общественная публичная детская площадка, где могут играть совершенно случайные дети. Они пользуются всеми благами цивилизации Копенгагена. Вот такая вот классная штука. Ну и надо заметить, что сама по себе эта детская площадка эстетически очень прикольно выглядит, то есть она не портит город. Лёва, твой вердикт, детская площадка хорошая? Сколько баллов мы ей поставим по пятибалльной системе? Оценку. Миллиард? Ничего себе, очень щедрая оценка, Лёв. Помимо детских площадок в районе Ньорибро есть еще и вот такая стена для юных альпинистов. Молодец, молодец, молодец. Вот, Лёв, смотри, тебе папа подскажет. Лёв. Давай, 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 вот сюда, молодец. Руку вот туда, давай, давай. Отпускай, скалолаза, да. Лёв, не свались. Отходи, Лёв, только не свались. О том, как живется в Копенгагене с детьми, я пообщался с Лизой. Она администратор сообщества, вместе Дания, и мама двоих детей. У тебя дети ходят в детский сад, государственный. Да, нет, но у меня один отходил полный цикл детского сада, и уже вот в школу пошел в нулевку. Так, детский сад бесплатный. Насколько я понимаю, они как бы субсидируются государством на 80%, и в эту программу могут входить не только обычные детские сады, ну, государственные, но и частные, например, если у тебя в детский сад, ты можешь подать, и тебе тоже будут доплачивать за людей, которые здесь специально находятся. Доплата — это где-то 2,5-3, в зависимости от возраста. Если совсем ясли для грудничков, там может до 5 доходить, 5 тысяч крон в месяц. Ну, потому что там много воспитателей на одного ребенка, они сидят. В самой старшей группе вот 2,5 тысячи нам стоило там. В чем отличие русских детских садов от местных? Отличие гигантское. Правда, у нас была международная группа здесь при садах обычных. Бывают англоязычные группы для тех, кто сюда приехал просто по работе и, скорее всего, уедет. Можно с коммуной договориться, что они тебя добавят вот в эту группу. У нас была англоязычная, но она была при обычном саду. Поэтому у нас немножко другие условия наших детей. Немножко учили буквам, больше занятий было. Но во время нашего четырехгодичного пребывания там еще изменили правила от государства. Еще больше стало свободной игры. Для детского сада самое важное, одевай капюшон, опять дождь пошел, это чтобы свободная игра. Чтобы они сидели и просто как-то взаимодействовали. И они их учат именно общаться друг с другом, учитывать желания друг друга, учитывать потребности, они вместе выбирают и так далее. И плюс они часто ходят в какие-то походы. Ты даже можешь не знать об этом ничего, а они ходили в зоопарк, например. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Андрей переехал в Копенгаген с женой и маленьким ребенком. По его словам, детские сады тут очень классные. Сколько лет у тебя ребенка? Три с половиной. Три с половиной. А, то есть в России он не успел пожить? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она родилась в России. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, МИЦУ там никуда не ходила, то есть ты не знаешь, как это в России устроено? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но мы немножко походили в поликлинику, понаслаждались этим экспириенсом в Екатеринбурге, и после этого переехали, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А как здесь все это устроено? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Классно устроено, здесь очень классные детские садики. Здесь нет такого понятия, что ты бесплатно отдаешь ребенка в детский сад, здесь все платят какую-то фиксированную сумму, стандартизированную по стране. И государство доплачивает оставшуюся часть. Есть какие-то программы для неимущих, но это совсем какой-то очень маленький доход, можно отдать бесплатно, но в целом все платят за детский сад. Детские садики классные, они все похожи плюс-минус друг на друга. У нас детский сад находится в доме восьмерки, это довольно популярное здание, но это не какой-то элитный детский сад, это абсолютно обычный. Когда ты отдаешь ребенка в детский сад, здесь очень удобно, когда ты записываешься, и ты можешь при записи указать, что тебе нужен экспат-френдли детский сад, то есть там, где педагоги говорят на английском. По словам местных жителей, даже за маленькими детьми тут всегда присмотрят неравнодушные взрослые, так что они могут спокойно гулять по улице одни. По поводу детей, то, что нельзя быть на улице, расскажи. Забавный факт, здесь нет прям четких правил, но есть рекомендации. Дети не могут находиться одни дома до 12 лет. Но если они на улице, они могут там быть с трех лет, потому что там есть другие взрослые, они за ним присмотрят, если что. Это правда так, я не один раз в своем, собственно, дворе вытирала сопли каким-то дежим детям, которые просто приблудились на мой балкон. Просто я живу на самом нижнем этаже. Я извиняюсь, но по-моему, ураган такой может быть? Может быть, да. Наш этот домик сейчас как... Мы сейчас как Эля с Татошкой никуда не улетим? Нет, ураган был вчера, сегодня не должно быть. А, ураган был вчера. В школах Копенгагена детям тоже не скучно. С шести лет они уже рассматривают внутренности чаек на открытых уроках. Когда мы только переехали, и младший у меня пошел в детский сад, а старший пошел в школу. Старший как-нибудь как-то возвращается и радостно рассказывает мне, что... А мы резали ворону. Я говорю, в смысле ворону? Где вы ее нашли? Ну, не знаю, где-то на улице валялась, мы нашли. И я такая, что происходит? Связалась с учителями, оказалось, что они ее, конечно, нигде не нашли. Оказалось, что мой ребенок не отличает ворон от чаек. И они специально... Один из учителей, который охотник, специально ее подстрелили и делали... Это был нулевой класс, шесть лет. Делали открытый урок. Они сделали столб, урок по биологии. Одну разрезали, передавали по кругу сердце, почки, а вторую целиком смотрели, эту чайку. Но у него это вызвало полнейший восторг. Видимо, чтобы проработать пройденный материал, через пару дней звонит мама его одноклассника. Из Украины в ужасе. Говорит, у нас мертвый воробей в рюкзаке. Оказалось, что в этот раз они уже нашли воробья, целый день с ним играли. Потом им было жалко его выкидывать. И мальчик сказал, ну ладно, пусть он у меня пока будет. Мама открывает рюкзак, а там мертвая птица. Учителя тоже никак не отреагировали и сказали, что все хорошо. А у младшего в то же самое время, это буквально первый месяц был, как мы переехали. Когда я пришла ознакомиться в детский сад, учитель радостно выдал мне такую коробочку с костями и какими-то перьями. И оказалось, что они ездили на совиную ферму, а совы они едят мышей целиком, а потом все отрыгивают. И они вот то, что сова отрыгнула, они им совой дали, чтобы дети могли собрать мышь. И, кстати, это вместо Лего. Была такая шутка, купи три беляша и собери котенка. Вот. Пойди в датскую школу. И собери мышь. И собери мышь, которую отрыгнула сова. Да. Ну, Лего же это датское изобретение, так что все логично. Просто мы постепенно культурный код нарабатываем. Но, справедливости ради, за 4 года больше таких эпизодов не было. Это меня сразу погрузили в культуру, чтобы я ожидания заметила. Мамаша, не переживайте. Все будет хорошо. Да. Но они зато работали в детском саду. Вам нужно что-то и баку потом не изучали. Ну, посмотрим, как пойдет. Еще они работали в неделю в зоопарке. Учителя договорились с зоопарком, их каждый день забирали, отвозили в зоопарк. И они помогали ухаживать за животными там. Вот этого здесь тоже очень много. Какие-то тематические недели, креатив. Но это полностью зависит от учителей. То есть, если учитель уже выгоревший, уставший, он, конечно, ничего не будет делать и ничему ему за это не будет. Но если это полная энергия учителя, то это будет очень весело. Еще одна интересная штука для детей помимо площадок. Это такая чудо-повозка. Как устроен детский велосипед? Значит, сюда грузится ребенок. Ребенок, как дела? Ага. Отлично. Да, там внутри батарейка есть. Ага. Ее надо двигать каждый день. Ну вот смотри, что интересно. Датские вот эти карго-велосипеды, они тут два колеса. А голландские там одно колесо. Но они, видимо, делаются для вас, для датчан. Потому что голландцы понимают, что датчане не умехи, не умеют кататься нормально на велосипедах. Вот, и вам нужно делать трехколесные. Давай, Лева. Пока-пока. Вообще, велосипеды в Дании очень популярны. На них не просто катаются в свободное время, а еще ездят на работу или в магазин, и даже отвозят детей в сад. Расскажи, какое есть отношение к велосипедам, как здесь люди используют. И используешь и ты велосипед. Да, я использую велосипед. Первые два года, когда мы сюда приехали, я ездил на работу только на велосипеде. По-моему, может один или два раза за год я ездил на частном транспорте. Но в целом здесь велосипеды считаются основным видом транспорта. Я не помню точные цифры, но есть какая-то статистика, что там 60 или 65% датчан в Копенгагене. Используют велосипед как основной транспорт. Здесь на велосипедах ездят на работу, ездят прогуляться, отвозят детей в садик. Здесь очень популярны такие велосипеды и телеги большие. И часто туда набивается 3-4 ребенка и их везут в детский сад. Вечером народ прямо на светофорах набивается с детьми, с грузами. И оцените ширину велодорог и количество велосипедов. Тут больше половины моста отдано для велосипедов. То есть для машин там две полосы, а здесь тоже две полосы, но они такие прямо суперширокие полосы. У велосипедистов приоритет, и обратите внимание на мосту, сколько припарковано велосипедов. Народ едет с какими-то тележками, багажниками, кузовочками, сумками. Детей везут, грузы везут, продукты везут, чего только не везут. Копенгаген очень велосипедный город, и велосипедов здесь становится все больше. При этом, опять же, практически все велосипеды обычные, не электрические. В Амстердаме все гоняют на электровелосипедах. Мы сейчас заезжаем на веломост, куда пешеходам нельзя. Чтобы прокатиться по этому мосту, нужно только на велосипеде быть. Люди остались внизу, а велосипедисты на эстакаде. Так оказывается, еще можно на бега коляски быть. Велопарковки около станции метро-электрички. И вот другая часть велосипедов прямо с виду больше, чем в Амстердаме. А вот так вот выглядят пробки, пробки из велосипедов на Светополье. Огромное количество велосипедистов. Из-за огромного количества велосипедов не сразу найдешь и вход в метро. Так выглядит велопарковка в одном из дворов. Такой домик с черепичной крышей. Его даже украсили скворечниками. Ну и к слову о велосипедах, посмотрите, еще один двор. И вот как у нас все дворы по центру заставляют машинами, так некоторые дворы в Копенгагене по центру заставляют велосипедами. Просто какие-то десятки велосипедов, похоже, по несколько велосипедов на квартиру. Я не думаю, что здесь столько людей живет, сколько стоит велосипедов. Пока Копенгаген остается самым велосипедным городом. Там еще есть крытая стоянка для велосипедов. Кто не успел поставить на крытые стоянки, вставляют просто здесь. Здесь такой сравнительно небольшой домик и половина двора отдана под парковки. И кто живет на первом этаже, паркует еще прямо в подъезд. В общем, все прямо как у нас с машинами. Вот у нас человек любит себе прямо под окном в подъезд поставить машинку, а здесь народ любит ставить велосипеды. Очень необычно, потому что обычно подземные парковки делают. А здесь почему-то парковка прямо на улице между домов. Да, они здесь выставили, конечно, деревья, чтобы как-то скрыть, но все равно. Очень странная история. Парковка. Лёв, почему машина не под землей? Не похоже на Копенгаген. Это явно расслабились в какой-то момент. Вот так вот выглядит двор. Здесь такая двухуровневая велопарковка, но она, видите, так декорирована растением. А здесь тоже для велосипедов можно, да? Да, да. А здесь часто еще насосы весят всякие. Вот такие вот строишь румы. Они не у каждой квартиры есть, но у большинства. А места здесь платные или нет? Они прилагаются с квартирой. По-моему, их нельзя прямо отдельно купить. У нас есть такой строишь рум, вот там следующий. Я не про строишь, я про велосипеды, вот если ты велосипед здесь паркуешь. Это бесплатно все. То есть велосипед здесь бесплатный? Да. Они не пронумерованы, то есть ты можешь оставить здесь свой велосипед? Да, да, да. Я не представляю, как сюда спускают вот эти вот телеги большие, потому что они тяжелые. Но как бы да, здесь ставят. Здесь нет такого, что твое место затолблено. У кого-то четыре велосипеда, у кого-то ни одного. Еще в Копенгагене много каналов. Совсем небольшие есть прямо во дворах домов. Местные оставляют в них свои лодки и катера. Каналы побольше, разделяют улицы города на две части. Через них перекинуты пешеходные и автомобильные мостики. Вдоль каналов можно прогуляться по широким набережным. Вот такая северная Венеция. У квартир на первых этажах есть свои маленькие пирсики. Видимо, предполагалось архитекторами, что у людей будут свои лодочки, и они будут их швартовать прямо у выхода из гостиной. Ни одной лодочки я здесь не вижу. И, кстати, сколько раз я сюда в эти дома не приезжал, не видел здесь, чтобы кто-то свои лодочки швартовал. Но каналы такие вот и пирсы, они остались. Как видите, нет никакого ограждения. Поэтому, если кто-то ночью выпил и идет, шатаясь домой, можно и искупаться. Ну да, это чтобы выбраться, есть лесенка. Вообще, что интересно, дворы все открыты, нет никаких заборов, никаких ограждений. Мост он без ограждений. Людям здесь как-то доверяют. Кстати, по закону в каналах Копенгагена купаться запрещено. Если только это не специальные купальные зоны. Их в датской столице всего 13. Нарушителям закона грозит штраф в 140 евро. Но жители все равно купаются, особенно в жаркое время года. И вот даже у людей здесь есть пляж. Там кто-то тренируется, плавает. Несмотря на то, что холодно, но народ, он плавает в этом заливчике. Довольно много народу плавает. Прямо все куда-то плывут, грибут. А что, так здорово, вышел из дома, прямо из гостиной в купальничке и поплыл. И все равно, что на улице градусов 10, а вода, наверное, еще холоднее. Да, очень здорово, обратите внимание, они сделали настоящий песчаный пляж. Конечно, не Мальдивы, но все равно очень просто классное место получилось. И куча разнообразного жилья. Мы можем прыгать прямо с балкона. Мы живем на нижнем этаже. А, у вас есть прямо выход прямо с балкона? Нет, у нас выхода нет. Мы просто перелезаем через перила и прыгаем. Но есть, конечно, квартиры там, если ты снимал, то ты увидел, у которых есть прямо выход. И они плавают, у них есть плотик. И они могут на нем плавать тоже вокруг. Но обычно... Вообще-то запрещено плавать в копенгагенских каналах. И это было всегда запрещено, но в прошлом году они ввели штраф. Но я не видела, чтобы кого-то штрафовали, но они могут плавать на лодке и просить всех вылезти. Потому что плавать можно только в специально отведенных местах. Их довольно много. На самом деле, по Копенгагену их можно писать на карте, но недостаточно. Пристроить такой район и не разрешать плавать – это очень странно. Поэтому на них, видимо, никто особенного внимания не обращает. И летом в воде круглосуточно, особенно дети. Они резвятся, ор стоит, как будто ты на курорте каком-то. Вау! Вот это здорово! Они прорыли каналы прямо между домов. И тут, получается, такие водные улицы, куда у людей выходят окна. Идеально компенсирует неудобства для жителей первых этажей. Потому что у нас все переживают, что в окна будут заглядывать. А здесь никто не будет заглядывать, потому что вид на воду. И здесь тоже канал, мостики. При этом надо понимать, что все это рукотворное. То есть это такие насыпные территории. И они здесь построили вот эти вот кварталы. Оставили такие каналы, лодочки, мостики. Получился очень классный, уютный райончик. А вот на берегу построили такие таунхаусы. И у них у каждого тоже есть свой пирс. Только здесь уже стоят лодочки. У них как-то получилось. Вот квартира. Почти, кстати, на каждой терраске стоит гриль. И вот выход к своей лодочке. Можно выйти, взять лодку и поехать на работу. Да, очень здорово они сделали. Такие везде набережные, вот эти вот проливы. Еще, видите, все такой неровной формы. То есть пространство между дворами сразу стало такое супер уютное. Хочется выйти из дома и посидеть на лавочке. Конечно, не в такой ветер, а когда погода получше. Вон у кого-то здесь уже лодочки есть. И здесь, конечно, очень приятно гулять по этой набережной. Потому что, опять же, это не просто ровная набережная. Они высадили здесь, видите, вот эту высокую траву. Кусты, очень много зелени. Деревья, в том числе, и вдоль воды. А еще нигде нет никаких заборов и барьеров. То есть все это пространство одно перетекает в другое. Дома вот разной архитектуры. Там детский сад. Еще во дворах Копенгагена есть вакуумные мусоропроводы. Практически в каждом дворе есть вот эти вот мусороприемники. Это подземные пневматические мусоропроводы. Действуют по принципу пневмопочты. То есть вы-то бросаете пакетик, и он отправляется в сортировочный центр. И отличительная их особенность то, что все очень чисто. Нет ни запаха, ни мусора, ни крыс. Поэтому их можно делать прямо под окнами. Никому это не мешает. Это подземный мусоропровод? Да, да, да. Он периодически делает такой звук, как вантус унитаза, и куда-то все это усаживает. Так, это у нас бумага, картон. Какой мусор ты сортируешь? Ну весь вот этот вот. То есть прямо у тебя дома там 7 этих разных контейнеров, вот и все это сортируешь? Нет, но есть 4 основных контейнера, остальное как бы все в кучу, я просто здесь уже раскидываю. Ну здесь как бы в принципе все это сортируют, здесь от коммуны, ну от ЖКХ местного есть специальный контейнер для биомусора, биоразлагаемые мешки. Это все вот сюда вот идет, и на этом здесь прямо в городе это перерабатывается в энергию, и на этом какие-то автобусы ездят прямо на биомусоре, который из домов идет. В новых жилых районах Копенгагена даже ливневки выглядят красиво. В этом дворе сделана водоотвод система, то есть они водосточные трубы, потом все через такие желоба, которые сделаны из ржавого такого металла красивого. Они попадают в такой большой желоб уже гранитной брусчаткой вымощенной, к подъездам через него такие мостики декоративные, тоже такой вот видите ржавый металл. И дальше по этим желобам вода уже идет к решеточкам, решетки здесь. И это так получилось, что-то вроде ручья, то есть когда идет дождь, здесь получается такой ручеек, который течет, и выглядит это прикольно. Ну и все, здесь вот еще один желоб, такой водоприемник, куда вода уже уходит, и дальше в ливневку. Ну и посмотрите на этажность, три, четыре, пять этажей здания, все красивое, современное. И вот эта золотая, это автомобильная парковка. То есть если у вас есть машина, здесь несколько таких крытых автомобильных парковок, где можно ее оставлять, потому что вот здесь во дворе, около подъезда, оставить парковку не получится. Ага, собачка. Есть собачьи площадки? Да, много. Привет, собака! Собака уже здешняя или? Не-не-не, из Екатеринбурга. Ничего себе. И вот так выглядит новый жилой район. Тихие, безопасные улицы, много зелени, очень хорошее благоустройство, и спокойная архитектура, малая средняя этажность, никаких вам муравейников, все очень комфортно. В таких районах, во-первых, хочется жить, во-вторых, безопасно, не страшно отпускать ребенка одного. Есть у Копенгагена и свои минусы, например, погода. В целом тут умеренный морской климат, теплые летние месяцы сменяет дождливая и пасмурная осень. Зима тут холодная, с изморозью и снегом. Температура летом может подниматься до 24 градусов, а зимой в среднем опускается до нуля. Но что отличает город, так это сильные ветры. Они сносят все вокруг, даже велосипедистов. Так, пару слов о погоде, потому что выдалась секундочка, когда нет сильнейшего ветра. Чтобы вы понимали, ветер дует такой силы, что... Скорее лежат. На всех велостоянках полнейший погром. И это делают не хулиганы, это делает ветер. Хотя можно подумать, что это делает Лёва. Вот, ветер прямо очень сильный, сносит велосипеды, сносит людей. Но мы ко всему готовы. Я не знаю, почему считается, что в Копенгагене в основном плохая погода. Она отличная. Я шучу. Нет, на самом деле здесь очень много солнца. Я разговаривала с экспертом, и она мне сказала, что вообще-то здесь солнце, как в Сахаре. И если вы... Просто... На самом деле у нас только-только закончилось 22 градуса. У нас весь сентябрь была жара ужасная. Здесь это очень жарко из-за влажности, я думаю. И ты едешь на велосипеде, хорошая погода, солнце. Один раз меня, правда, ветром перевернуло. Весной. Как это обычно бывает в городах с хорошей погодой? Ну я стараюсь больше просто не ездить, когда сильный ветер. Логично. Ты ехала на велосипеде, и тебя перевернул ветер? Да, я ехала на карго. Но карго это большой велосипед. У него парусность повышенная. Какой кошмар. Да, ну так просто. Это случайность. Конечно, если постараться, в Копенгагене можно найти и другие недостатки. Но сами жители из-за этого не переживают. Все потому, что им присуща особая философия. Хьюги. Интерес к этому термину вырос в 2016 году. Тогда вышла маленькая книга Хьюги «Датский секрет счастья» Майкла Викинга. После того, как книгу перевели на английский, она стала бестселлером в Европе и была переведена на 23 языка. Вслед за ней появилось и множество других книг про простое счастье по-датски. Я спросил, что сами местные думают о Хьюги и считают ли они его своей национальной особенностью. Скандинавы, как ты знаешь, любят говорить, что они самые счастливые, самые замечательные. У них есть вот это вот Хьюги. Как это можно по-русски объяснить? Я по-английски знаю, но по-русски уют. Уют. У них есть какой-то особый уют. Ощутил ли ты этот уют здесь? Да, когда идет дождь и плохая погода, не как сегодня, не как сейчас, а прям совсем плохая погода. Ты можешь взять свечи, включить какой-нибудь фильм, позвать друзей, сидеть. А на балконе у всех будут фонарики, лампочки. Все в порядке? Нет, в порядке, да. Я изображаю страдания. Ты рассказываешь, как здесь хорошо. Да, у всех есть балкончики, там стоит гриль, там висят лампочки такие. Они переливаются и поэтому ты чувствуешь уют. А летом, если погода совсем хорошая, лучше, чем сейчас, то можно выйти в любой парк или на любую траву и сделать пикник. И этим в основном люди и занимаются, когда у них есть свободное время. Люди здесь работают очень мало. Например, из детского сада он работает до пяти, но старается в три-четыре уже детей забирать, потому что он там будет сидеть один. То есть ты приехал на работу пораньше, на часах к восьми, в три-четыре уже все работающие люди, а здесь принято, чтобы оба родителя работали. Собираются, забирают детей, проводят с ними время много вместе, гуляют в какие-нибудь кружки, активности, ходят по музеям, ходят на выставки. Рано, правда, их укладывают, поэтому они рано просыпаются, это проблемы, да, из-за этого можно пострадать. Но в целом жизнь очень расслабленная. Смотрите, что такое хюги вообще? Хюги – это какая-то активность, которую люди делают для удовольствия, и там участвует больше, чем один человек. То есть для того, чтобы эта хюга состоялась, человек должен собраться, одеться, куда-то выйти. Это уже физическая активность, которая является профилактикой депрессии. Дальше он должен встретиться и с кем-то приятно провести время, да, то есть это будет социальное такое общение. И социальное общение – это тоже прекрасная профилактика депрессии. Поэтому, мне кажется, особенно вот зимой, когда, ну, действительно, у нас очень короткий световой день, действительно, не всегда вот есть что-то, что можно поделать в удовольствие. У нас практически не бывает снега, то есть вот это вот постоянная такая серость и темнота. Вот, и, конечно, встретиться где-то там с людьми, с друзьями, где-то посидеть и пообщаться, и это не обязательно должно быть что-то, вау, супербольшое, там просто встретиться и попить чай, кофе, и там с кем-то вот поговорить вот так приятно по душам. Это может быть хорошей профилактикой в проблеме депрессии. Очень интересный феномен. Форейнинг это называется. Это такие, это такой союз людей по интересам. Даже если датчан переезжает из одного города в другой, и у него совсем там нет друзей, но у него будет интерес. Интересы могут быть разные. Например, там вот человек просто молодая мама, и она обязательно найдет вот этот вот союз молодых мам, куда она может прийти, и там они вот, вот этот союз ограничен вот этим интересом, хобби, там, да, это может быть и спорт, и вот они могут бегать там по вечерам большой толпой. О том, что такое Хьюги, я поговорила с Евой Сингер, директором датского совета по делам беженцев. Она родилась в Дании и знакома с этой культурой с самого детства. В каком-то смысле понятие Хьюги связано с погодой, с темнотой. Это время с друзьями или с семьей. Время, когда можно расслабиться и ничего не делать. Если честно, не знаю, почему Хьюги стала так популярна за пределами Дании. Это из-за книги Хьюги. Она стала бестселлером. Да. Хьюги — это об умении расслабляться. Да, работа — это важно, но люди также хотят проводить какое-то время дома с семьей. Несмотря на весь хайп вокруг Хьюги, Дания остается довольно депрессивной страной. От депрессии тут страдает 5% населения. Так же, как и в гораздо более благополучных Сербии и Армении. Хотя и меньше, чем, например, в России. В нашей стране депрессию выявили у 5,5% граждан. Это при том, что в России депрессию обычно не выявляют вообще. Возможно, вы слышали просто о том, что здесь очень большой процент людей, которые принимают антидепрессанты. Но есть поправка. Свечки не помогают. Потому что здесь любой человек может обратиться к психологу. Он обычно уходит в страховку от работы, например, и просто диагностирует больше. Соответственно, в странах, где не принято обращаться к психологу, депрессию не могут поставить. А здесь могут поставить. И они стараются, конечно, без таблеток. Но если сказать, что мне прям очень нужно, пожалуйста, выпишут таблетки. Еще отпуск выпишут, чтобы ты мог отдохнуть. Датское общество построено так, что там как бы система и вообще государство ожидает, что каждый человек работает и платит довольно-таки высокий налог. И вот пока он работает и платит налог, если у кого-то из людей, собственно, в социуме что-то происходит, то этот человек не обращается к родственнику, другу за поддержкой. Он обращается к системе, то есть к государству. И опять же ожидается, что если у человека какая-то сложность или какие-то сложности ментального характера, ментального здоровья, то ты не пойдешь к другу или к родственнику. Он не будет тебе помогать. Он как бы может тебя поддержать, посочувствовать. Но это фактически разовая акция. То есть если у тебя проблемы, ты идешь в коммуну, ты идешь в здравоохранительные какие-то организации, тебе будут помогать. В нашем университете постоянно проходят тренинги по поводу ментального здоровья. Рассказывают про медитации, а затем работают. Психологи предлагают, что если кому необходимо. Насколько комфортно людям жить в Европе, можно оценить по нескольким критериям. Это уровень доходов, политическая стабильность, климат и, конечно, состояние здоровья, в том числе ментального. Как вы уже поняли, в Дании люди очень стараются о нем заботиться. Может, именно поэтому страна занимает четвертое место по уровню жизни среди 84 государств. Россия, кстати, в этом рейтинге на 67 месте. Высокий уровень жизни, естественно, привлекает в Копенгаген массу иммигрантов. Сейчас только 74% жителей города являются коренными датчанами, а четверть населения столицы – это мигранты, либо же их потомки в первом поколении. Больше всего в городе приезжих из Пакистана, Турции и Ирака. При этом в последние годы Дания перешла на политику ограничения потоков мигрантов. Например, в 2021 году она первой в Евросоюзе заявила, что будет отправлять сирийских беженцев обратно в Сирию. В Копенгагене сочли, что война закончилась, и в Дамаске и его окрестностях уже достаточно безопасно, чтобы люди могли туда вернуться. Ну, те люди, которые в свое время бежали от войны. А премьер-министр Дании Метте Фредериксон заявил о том, что в стране не должно остаться тех, кто ищет убежища. Кстати, вскоре после такого заявления Фредериксон и партия социал-демократы выиграли парламентские выборы с лучшим результатом за 28 лет. Это говорит о том, что эти идеи пользуются в датском обществе поддержкой. Еще в Дании есть закон, по которому власти могут изымать ценности у беженцев. На деньги от продажи этих ценностей потом содержат самих беженцев. Но этот закон активно критикуют правозащитники. Для того, чтобы лучше разобраться, как обстоят дела с мигрантами и беженцами в Дании, я приехал в специальный центр, который им помогает. В Дании много мигрантов? Зависит от того, что вы понимаете под словом «мигрант», потому что есть люди, которые приезжают как беженцы, далее есть те, кто приезжает, чтобы воссоединиться с семьей. Еще многие приезжают сюда учиться, и есть те, кто приезжает работать. Поэтому у нас много категорий мигрантов. В последние годы их число увеличилось, потому что все больше людей хотят учиться и работать в Дании. Это в основном высококвалифицированные специалисты? В основном, да, это, как правило, инженеры или сотрудники международных компаний, но также это и люди, приезжающие сюда для воссоединения с семьей. Очень разные люди. Те, кто женился или вышел замуж за гражданина Дании. А откуда они в основном приезжают? Большая часть из дружеских европейских стран. А из Восточной Европы? Точно вам не скажу, у меня нет под рукой этих цифр. Я не так много работаю именно с этими группами. Думаю, в основном это все-таки соседние страны, Швеция, Норвегия, но Норвегия не входит в Евросоюз. И это, как правило, люди высокой квалификации? Большинство из них, да. Ну и, конечно, приезжают мигранты из Восточной Европы. Они обычно работают с толерами, плотниками или что-то строят. А беженцы? Беженцы приезжают из тех стран, откуда бывают беженцы. Из Сирии, из Афганистана, из Эритреи, из Ирана. Последние годы беженцы приезжают в основном из этих стран. В прошлом году датские власти сказали, что беженцам в стране не рады. Датское правительство проводило политику, согласно которой число беженцев, прибывающих в Данию, должно было снизиться. Власти говорили, что беженцам лучше ехать в какие-то другие страны. Конечно, они могут говорить что угодно, но не им решать, куда поедут люди. И если кто-то приезжает и просит здесь убежище, государство обязано рассмотреть вашу заявку на статус беженца. И, как показывает практика, около 75% прибывших этот статус в итоге получают. Чтобы стать полноценными членами общества, беженцам нужно выучить язык, получить вид на жительство и разрешение на работу. А как работает система поддержки беженцев в Дании? Если после прибытия в страну вас признали беженцем и вы получили вид на жительство, то вас определят в округ. И власти этого округа уже будут нести за вас ответственность. Найдут вам жилье, дом или квартиру. И затем помогут вам найти работу. Конечно, приезжим сложно найти работу. И чтобы ускорить процесс, нужно учить язык. Поэтому еще есть и языковые школы. То есть сначала они учат язык, а потом получают разрешение на работу? Нет, не так. Сначала, если вы приезжаете в качестве беженца, вам нужно подтвердить свой статус беженца. В это время вы живете в специальном центре. Что-то вроде лагеря? Да, что-то наподобие лагеря. А какие там условия проживания? Примерно как в тюрьме? Нет, 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 это не тюрьма. Нет, если вы приезжаете просить убежище, сначала вас поселят в специальный лагерь. Некоторыми из них управляет Датский Красный Крест. Некоторыми муниципальные власти. Они открыты. Дети оттуда ходят в школу. То есть оттуда можно уйти при желании? Да, да, да. Никого не держат насильно. В общем, это не как следственный изолятор. Нет, это совершенно другое. Оттуда можно выходить. Дети оттуда ходят в школу. Для взрослых там тоже есть ряд занятий. Ну и далее зависит от конкретного случая. Кто-то может прожить в таком лагере целый год, пока ждет решение по своему запросу. Затем вы получаете вид на жительство. И потом отправляетесь в тот округ, в который вас определили. Там местные власти помогут вам найти жилье. Естественно, за жилье вы должны будете платить сами. Но денег у вас, понятное дело, не будет, ведь у вас еще нет работы. Поэтому местные власти выделят вам пособия. Вы также сможете бесплатно посещать занятия по языку, и вам будут помогать с поиском работы. И, естественно, вам будут предлагать работу, не требующую высокой квалификации и знания языка. На такую работу берут на один, два или три года. Кому как повезет. Например, сейчас в Дании низкий уровень безработицы. Поэтому даже приезжим работу получить не так сложно. При этом для беженцев из Украины большинство ограничений власти Дании сняли. Украинцы могут получить право на работу и социальную помощь почти сразу после приезда. Это вызвало недовольство среди сирийцев, которые таких льгот не получают. Украинцы действительно находятся в несколько ином положении, когда приезжают в Данию, поскольку им не нужно проходить стандартную процедуру подачи на беженство. В Дании приняли специальный закон, как и в других странах ЕС, по которому украинцы получают временный вид на жительство. То есть к ним относятся не как к беженцам, а как к людям с видом на жительство, в который также включено разрешение на работу. Для них этот процесс проходит ускоренно. Он занимает неделю, может быть две. И затем они переезжают в один из округов. Основное отличие, что здесь период, за который ты можешь получить какие-то документы, стать гражданином или получить постоянное вид на жительство, он длиннее, чем в других странах Европы. То есть чтобы получить внешнее гражданство, тебе может понадобиться где-то 8 лет. Слушай, ну смотри, когда случилась война в Украине, сюда приехали беженцы с Украины, здесь же была дискуссия, то что им начали оказывать помощь и различные преференции выше, чем, например, было для беженцев из Сирии. И те же самые беженцы из Сирии, они сказали, что, мол, мы сирийцы, поэтому вы нам не даете разрешение на работу, мы тут годами ждем каких-то документов, сидим в этих лагерях. А украинцы приехали, и у них сразу все готово, и разрешение на работу сразу дали, и вид на жительство помогают оформить. То есть совершенно другой подход. Да, конечно, были такие разговоры, но здесь, в принципе, обсуждаются любые темы очень артикла в правительстве. Ну, это нормальная дискуссия. Я не был здесь в момент, когда был приезд сирийских беженцев. Я слышал подобные разговоры насчет того, что были другие условия. Но, возможно, это потому, что сирийский кризис был первым для Дании, чтобы принимать большое количество мигрантов, и не было какой-то инфраструктуры, не было каких-то решений, которые готовы. То, что случилось сейчас в Украине, это как бы уже идет по протоптанной дорожке, в том плане, что есть инфраструктура, госпарад знает, как работать с приезжими людьми, и это просто проще стало делать. Так, в Копенгагене есть целое здание, в котором разместили беженцев из Украины. Я был волонтером, когда началась ситуация в Украине. Здесь есть такое здание, которое называется Welcome House. Это здание, которое государство выделило под беженцев, начиная с второго этажа. Это все как-то такое большое общежитие, там какие-то маленькие квартирки для тех, кто приезжает. А на первом этажу какие-то общие комнаты, и туда приходили, собственно, волонтеры, и пытались помогать документами, помогать языком, развлекать детей, чтобы родители могли выдохнуть. Вот, и... То есть это мой опыт, и это здание довольно большое. И видно, что государство старается помочь, кто приезжает в этом плане. И я был там волонтером в течение года. И когда мы только начали, было очень много людей, которые приехали. И в конце этого года случилось такое, что наша группа закончила туда приезжать, потому что мы чувствуем, что наша помощь уже особо не нужна. Есть ли какая-то дискриминация у мигрантов? Потому что вообще Дания, она славится таким самым жестким, одна из таких самых неприветливых стран в Евросоюзе по отношению к мигрантам. Да, здесь именно есть минимальная зарплата, которую необходимо платить человеку из другой страны. А если работодатель не готов предложить эту минимальную зарплату в год человеку, то он не имеет права пригласить его из другой страны. А поскольку это именно в моем кругу, это люди с высшим образованием, либо с научной степенью, то, понятное дело, у них зарплаты, да, досягивает. Именно в научной среде дискриминации нет. И от своих коллег я не слышал, чтобы была бытовая дискриминация. Мне кажется, здесь, если ты уже в Дании и имеешь разрешение на проживание, дискриминации не будет. После начала войны из-за того, что из России какие-то ты столкнулась с дискриминацией? Нет, наоборот. Мои коллеги на работе подходили ко мне и хотели со мной обсудить, именно как я себя ощущаю, как моя семья. Потому что люди именно в научной среде, именно с кем я общаюсь, они понимают разницу между государством и людьми, проживающими в России. У них нет предвзятое отношение ко всем россиянам. Ну, просто подразумевается, что ты против войны? Да. Можно здесь быть за войну? Да, можно. Поскольку недавно приезжал Владимир Зеленский в Данию. Так. И в первом ряду на площади, где были украинцы, была женщина с российским флагом. И ее не задержали. Не, ну российский флаг – это еще ничего не значит. Найс! И она выкрикивала лозунги. Выкрикивала лозунги. У нее брали интервью. Она открыто выражала свою позицию, что она за Россию. И ни в какой дискриминации не было, ее не задерживали, не предъявляли никаких претензий. Еще один датский закон, который активно критикуют правозащитники – так называемый закон гетто или закон о параллельных обществах. Его суть в том, чтобы расселять социальное жилье, где обитают в основном малоимущие мигранты. По мнению датских властей, в таких местах формируются те самые параллельные общества, которые живут в отрыве от основной массы граждан. И занимаются всякими не очень хорошими делами, криминалом и мешают собственно датскому обществу жить. В целом, Дания остается одной из самых неприветливых для мигрантов стран Евросоюза. Общество здесь сильно переживает, что приезжие повысят преступность или же сформируют свои собственные сообщества отдельно от датчана. И с этими сообществами потом будут проблемы. Ну а чтобы улучшить интеграцию мигрантов, в Копенгагене построили, например, вот этот парк – Суперкилен. И он находится в мигрантском районе Неребра. В дизайне этого парка собраны различные предметы из стран, откуда, собственно, мигранты и приезжают. И, обратите внимание, москвич. Москвич отвечает здесь за Россию. Ну, чтобы русский человек, который приехал в Данию, мог подойти, обнять, видимо, этот столб и вспомнить о москвиче. Единственная проблема, когда датчане делали эту стелу, они еще не знали, что москвич теперь ассоциируется не с Россией, а с Китаем. А с Китаем здесь теперь ассоциируются и какие-то другие тут еще штуки, не знаю, на которых что-то сделано с иероглифом. В общем, сейчас прогуляемся по этому парку. Его особенность в том, что, когда ты здесь находишься, ты не очень понимаешь, как сделано благоустройство. Потому что лучше всего он выглядит на спутниковых снимках в гугл-картах. А снизу ты не читаешь весь этот узор из разного кирпича, который придумали архитекторы. Ну и пока первое впечатление, что парк и благоустройство весьма потрепаны. Видимо, чтобы сразу было понятно, что это мигрантский район. Так, внезапно здесь у нас Тель-Авив. Непонятно, что делает. Это, кстати, Красная площадь, называется Красная площадь, а за ней есть еще Черная площадь. Довольно опасно здесь проходит велодорожка. И вот такие качельки. Уже что-то поломано. Но в целом вся эта история выглядит такой прямо потрепанной, грязненькой. Видно, что эксплуатируют здесь не очень хорошо все это дело. По крайней мере, мусор не убирают. Так, эти качели сломаны. Так, а здесь табличка «Багдад, Ирак». Так, замечательно. Лёва исследует эти лесенки. А мы смотрим на парк. Это пример того самого благоустройства, которое, в отличие от того, что датчане делают сегодня, оно неуютное. То есть здесь не хочется находиться. Здесь какие-то совершенно неприятливые бетонные лавки, какие-то гигантские урны. Здесь грязно. То есть повсюду какие-то, не знаю, там потеки. То есть прийти сюда можно только там от безысходности. И уж точно это не похоже на какое-то место, где люди, приехавшие в Данию, будут как-то собираться, общаться, интегрироваться в датское общество. Пока похоже на место, где какие-то хулиганы и маргиналы могут вечером бухать. Потому что приличные люди навряд ли сюда будут приходить. Так, горка «Слоник». Ну и вот, например, пример этих лавочек. То есть сидеть на бетонной лавочке, если честно, так себе удовольствие. Ну и вот из интересного здесь есть боксерский ринг. Впервые вижу на детской площадке боксерский ринг. Видимо, чтобы можно было в кулачном бою выяснять, кто прав, а кто виноват. Все исписано граффити и совсем неприятное пространство. На фотографиях в архитектурных журналах выглядело все это гораздо симпатичнее. И благоустройство это состоит из двух частей. Есть красная площадь, а есть площадь черная. Посмотрим, что на черной площади. На черной площади на асфальте какие-то полосочки. Опять же, все это довольно мило смотрится с высоты. Здесь столы для того, чтобы люди, видимо, играли в шахматы и еще какие-то игры. Ну, опять же, очень удобно сидеть на бетонном пеньке и играть. К слову о том, как здесь подумали о людях. Что еще здесь интересно? Они поставили здесь грили. Видимо, архитекторы предполагали, что кто-то будет сюда приходить и что-то здесь жарить. Но с виду грилями здесь не пользуются. Может, конечно, кто-то здесь что-то и жарит. Но, опять же, выглядит все это не очень приветливо. Здесь фонтан. Лев, а что там с осьминогом? Понравился он или нет? Что? Горки. Горки? Не интересно, да? Нет, осьминог не понравился. Это не конец! Не конец? Ну, сейчас еще прогуляемся. Ну, тут сверху хоть как-то видно задумку дизайнеров. Ну, в целом, конечно, такое же бестолковое благоустройство, как и на Красной площади. Просто все в асфальте, конечно, с этими линиями. И какой-то народ приходит сделать фоточки, видимо, для Инстаграма, потому что красивый этот узор из линий. Но, опять же, здесь проводить время не создано никаких условий. Пространство должно быть, не знаю, уютным, тебе должно хотеться здесь находиться. А здесь прям все такое неприятное, бетонные лавочки, как-то грязно, везде асфальт. Непонятно, непонятно, о чем думали архитекторы. Возможно, конечно, цель была обратная, чтобы мигранты сидели по домам и не пользовались благоустройством. Чтобы лишний раз они из дома не выходили и не расстраивали датчан, которые мигрантов не любят. Я решил спросить у Андрея, почему он переехал в Копенгаген и чем жизнь здесь отличается от жизни в России. Как ты здесь оказался? Я переехал сюда три с половиной года назад по работе. С тех пор так, как ты живешь. А, кем ты работаешь? Программистом. Айтишник. Да, это то, что все сбежали и оставили родину в опасности. Понятно. Откуда ты переехал? Перед приездом я в Екатеринбурге жил, вообще из подмосковной Черноголовки. И сейчас ты живешь в этом милом райончике, это окраина Копенгагена. Да, это окраина, но она относительно окраина здесь. Минутный велосипед. С чем можно сравнить, если вот по Екатеринбургу, какой бы это был район? Я думаю, что не получится так сравнить. Уралмаш. Нет? Я не из Екатеринбурга, я жил там только в одном районе, широко есть. Удивительно то, что в Дании, в отличие от некоторых стран, то же самое Франции, все дворы открыты, то есть любой человек может сюда зайти. И вот здесь стоит, например, гриль такой недешевый, стоят велосипеды недешевые, и в принципе почти ничего там как-то особо не приковано, ну, по крайней мере, как-то крепко. Да-да-да. Бывают ли какие-то инциденты? Ну, наверное, бывают, конечно, здесь, конечно, тоже бывает, что кто-то ворует, но в целом здесь довольно доверительные отношения друг к другу. И, например, у меня дочке три с половиной года, и она часто играет на площадках с какими-то игрушками, которые просто кто-то оставил там на неделю, на две. Это не то чтобы это общее, это чье-то, но как бы оставляют для других, и такого, что кто-то уносит грильи или какие-то личные вещи с улицы, я про такое не слышал. Вот этот дом построили года, наверное, полтора-два назад. Ну и вот, в принципе, такой же внутренний расстройство. Какая-то девчатка, потом там дальше контейнеры такие же, они тут все стандартные. Аккуратненько, приятно. Слушай, в плане качества жизни, в отличие от России, что тебя здесь удивило? Потому что Дания, как и другие скандинавские страны, она периодически находится в каких-то высоких строчках рейтингов по качеству жизни. Чем это отличается от России? Что такое качество жизни для тебя, как для человека, который живет в Дании? Это хороший вопрос. Ну, датчане очень заботятся друг о друге и заботятся о том, чтобы все были счастливы. Иногда это уходит в крайности даже, и из-за этого какие-то вещи могут медленно решаться. Но, в принципе, есть такой подход, что все должны быть довольны, всем должно быть хорошо. Одна из причин, по которой мне показалось, что переехать – это хорошая идея сюда – это равенство. Здесь нет такого разброса зарплат, такого разброса уровня жизни, как в России, например. То есть те же айтишники, программисты получают не в разы больше денег, чем какие-нибудь водители автобусов. Понятно? Какая средняя зарплата у айтишников здесь? Наверное, 40-50 тысяч крон в месяц – это вот что-то такое среднее. При этом налоги тут доходят до 55,9%. По данным, на 2022 год – это самая высокая налоговая ставка во всей Европе. Дело в том, что в Дании прогрессивная шкала налогообложения. То есть чем выше у человека зарплата, тем больше налогов он платит. К тому же все датчане должны платить налог своему муниципалитету. Он тоже рассчитывается в зависимости от дохода, и власти муниципалитета сами определяют его процент. Есть в Дании такое понятие, как церковный налог. Его платят члены лютеранской церкви. Это примерно 74% населения страны. Когда мы переехали, у меня был даунгрейд по количеству денег постналогов и апгрейд по количеству до налогов. В среднем налоги здесь начинаются где-то от 35%. И в какой-то момент прогрессивный налог, и он доходит до 55. То есть чем больше ты получаешь, тем больше ты платишь налогов. Когда мы только приехали, у нас была небольшая просадка по уровню жизни. Но в целом через какое-то время привыкаешь. И если переезжаешь с семьей, и ты был единственным работающим в семье человеком в России, и единственным работающим в семье здесь, то конечно разница чувствуется. Но если работают два человека в семье, то какой-то просадки точно нет. Есть какие-то вещи, которые ты себе не можешь здесь позволить? Ты идешь в магазин такой, сегодня мясо не куплю. Нет, в плане продуктов вообще-то мы сильно не заморачиваемся. Здесь продукты многие дешевле, чем в России. То есть, например, столько ягод, сколько здесь, я их никогда не ел. У нас продаются голубика, клубника, малина. Классные и дешевые. Они стоят по 15-20 крон. Это, ну, если очень грубо умножать, в рублях это на 10 умножить. То есть 150-200 рублей, ты можешь купить коробочку свежих ягод. Да, здесь многие вещи дешевле в этом плане. Из-за того, что я понял, что я хочу развиваться именно в академической сфере, а не по нефтегазовой промышленности, я понял, что необходимо переезжать куда-нибудь в Евросоюз, поскольку в России очень плохая финансовая составляющая у академической должности. Аспирант, наверное, там, тысяч 20 рублей получает. А здесь сколько получает аспирант? Здесь получает 40 тысяч крон. 40 тысяч крон – это почти… 5300 евро. 5300 евро получает… Да, аспирант. Аспирант? Да, до налогов. Это что ты делаешь такое? Кроме того, что ты умный, за что тебе платят? За то, что еще красивый. Поскольку у меня был опыт в нефтегазовой сфере, из-за этого я получаю надбавки за мой опыт, поскольку у меня была уже карьера в России. А также 5-дневная рабочая неделя, где я работаю с 9 до 3-4, и занимаюсь лабораторными исследованиями, экспериментами, выступаю, езжу на конференции, пишу статьи. Это вот основное направление моей деятельности. Цены на недвижимость в Копенгагене гораздо выше, чем в том же Екатеринбурге, откуда приехал Андрей. Если здесь покупать квартиру, то первый взнос будет примерно как однушка-двушка в Екатеринбурге. По моим наблюдениям, во всем Копенгагене стоит примерно одинаково. Но начиная от 15 тысяч крон, сейчас, конечно, побольше, уже 16-17, и у тебя будет старый дом в центре или какой-нибудь новый с белыми стенами, панорамными окнами. Вот это стандартная цена. Конечно, у тебя будет две ванны или вообще ванны, здесь же нет, в квартирах ванны, то это будет дороже. Но можно найти одну комнату, например, в кактусах. Видел кактусы? Самое уродливое здание, которое считаете? Около Икеи? Да. Я наоборот, такой, вау, какой дом. Нам тоже оно очень нравится, но почему-то его признали самым уродливым зданием в мире в прошлом году. Это было самое уродливое здание в мире. Но оно очень классно, оно сделано вот такими, такой пиццей внутри, и там как бы одна квартира, это одна комната. И все остальные пространства, они общие. Там, по-моему, от 8 тысяч можно снять, но ты как бы будешь, сколько же там, 30 квадратных метров. Понятно. Да, но это вот прям минимум. Но есть в Копенгагене один район, который отличается от других и ценой за аренду, и образом жизни его обитателей. Пока власти Дании борются с параллельными обществами в мигрантских районах, практически в центре Копенгагена уже много лет существует настоящее параллельное общество. Это свободный город крестьяне, неофициальная самоуправляемая коммуна, которая появилась еще в 70-х годах прошлого века. Раньше здесь в районе крестьянскамон были казармы и защитные валы на случай войны с Швецией. В 70-е годы 20-го века датчане решили, что воевать со шведами вряд ли будут, и военную часть расформировали. А в брошенные пустыми казармы заселились бездомные хиппи и анархисты. Затем они снесли забор вокруг военного городка. Численность населения дошла до нескольких сотен, и жители объявили эту территорию свободным городом. Туда же появился свой флаг — это три желтых круга на красном фоне и своя валюта. Правда, с деньгами не задалось, и они быстро вышли из обращения. Официальная дата основания христиании — 26 сентября 1971 года. Раньше на этом месте были военные казармы, но где-то в 70-м или 71-м армия оставила их пустыми. Там стали собираться бездомные, сквотеры, которые до этого занимали разные заброшенные здания в Копенгагене. Они обосновались на этом зеленом участке, а затем туда стали селиться и люди из соседних районов. Уже в феврале 71-го территория была обжита, а соседские дети играли там как на детской площадке. Это был довольно бедный район в то время. И получилось так, что территория казармы осталась свободна. Ни у армии, ни у властей не было никаких планов на эту землю. Министерство образования хотело основать здесь школу или институт, но никакого конкретного плана у них не было. И вот так вот здесь и образовалась коммуна. Сюда стали истекаться бездомные и молодежь. Формальная территория христианей все еще принадлежала Министерству обороны. Так что сквотеров пытались из нее выселить, но они оказали серьезное сопротивление полиции. Каждая попытка выселения превращалась в побоище. В итоге, после десятилетней борьбы, город отдал землю жителям христианей в бессрочную аренду. А сама коммуна даже стала официальной достопримечательностью города. И посетить ее рекомендует Министерство туризма. Еще недавно на камеру здесь реагировали довольно агрессивно. Нельзя было ничего снимать, потому что ребята внутри там занимались не всегда каким-то легальным бизнесом. Извините, я вас не слышал. Окей, окей. Но теперь ситуация поменялась. Сюда приходит много туристов. Люди ходят, фотографируют. И мне кажется, в какой-то момент народ внутри уже плюнул, что невозможно бороться уже с бесконечными мобильными телефонами и различными камерами гонять туристов. Теперь христиане — это просто такая туристическая достопримечательность на карте Копенгагена со своей интересной историей, со своей удивительной атмосферой. И мне кажется, сегодня государство заинтересовано даже больше, чем сами местные жители, чтобы эта уникальная коммуна как-то сохраняла свою самобытность, свои обычаи. Потому что теперь это место привлекает туристов. А где туристы — там баблишка. А вот, собственно, карта христиане. И написано, скажи нет, тяжелым наркотикам. Тут есть какие-то грузовые велосипеды. Ну, то есть велосипеды для перевозки детей. Специально христиане Bikes. И даже есть какая-то парковка специально для жителей. То есть здесь можно парковать только тем, кто здесь живет. А живут здесь в таком вот красивом домике. Вот искусство. Открытки красивые. Никакой электронной музыки. Пахнет скотом. Да, здесь вот правило. Значит, нельзя оружие, нельзя тяжелые наркотики, насилие, никаких частных машин. Вот это правильно. Всех байкеров тоже нельзя. Но Столлингудс. Не рады здесь воришкам. Сбыт краденого, да. Фейерверки. Петарды. Петарды, да. Флаг христиане. А вот, собственно, главная улица уже впереди, где нельзя снимать. О чем, собственно, висит знак. Нельзя фотографировать. И там уже стоят вон какие-то ребята, которые контролируют, чтобы никто ничего не снимал. Можно купить какую-нибудь футболочку. Фритаун. Христиане. Собственно, где в Христиане точно нельзя снимать, это на Пушер стрит. Как понятно из названия, это улица, где продают наркотики. Она относительно небольшая, может быть, сотня метров. На входе есть много знаков с перечеркнутым фотоаппаратиком. Ну и, в принципе, атмосфера там такая, что понятно, что ваши камеры там будут не рады. Там продают наркотики. Вообще, в Дании марихуана, она разрешена, если у вас есть рецептик. А если у вас рецептика нет, если вы, например, турист, и вам нужно купить травы, то вы приходите сюда, в Христиане, где ребята вам ее продают. В целом, сегодня в Европе отношение к марихуане довольно такое вольное. И, по-моему, уже во всех странах или трава там легализована или декриминализована. Ну, по крайней мере, достать это не проблема. Но здесь, в Копенгагене, в Христиане до сих пор поддерживается какая-то атмосфера чего-то нелегального. Потому что ты приходишь в какое-то место, там какие-то лоточки, там какие-то ребята в балаклавах такого жуликоватого вида, тебе что-то там продают. То есть, у тебя есть некий такой экспиренс, что ты делаешь что-то запрещенное. Как мы знаем, запретный плод сладок. И люди идут сюда, в том числе, за таким вот особым ритуалом покупки различных наркотиков. Кстати, о наркотиках. Говорят, раньше в Христиане продавали тяжелые наркотики, теперь с этим все гораздо строже. Потому что, когда здесь были тяжелые наркотики, это все сопровождалось перестрелками, какими-то разборками между бандами. В общем, было не очень хорошо. Поэтому теперь тяжелые наркотики отсюда поперли, и продадут здесь только траву и различные производные от марихуаны. Еще говорят, у местных торговцев есть специальное приложение, через которое они отслеживают, когда здесь проходят рейды полиции, и предупреждают друг друга. Если честно, я не уверен, что рейды полиции до сих пор здесь бывают. Потому что, если сюда звонят полицейский, непонятно, кого и за что ему здесь ловить. Потому что все прекрасно знают, что здесь продается трава, без каких-либо рецептов. Происходит это уже десятки лет, и никому нет до этого никакого дела. Поэтому воспринимать мы христиане будем все-таки скорее, как некий такой туристический аттракцион. Люди приходят, им нравится. Ну а мы напоминаем, что наркотики зло, поэтому не пробуйте. Не надо ничего употреблять, все это очень плохо. Лучше смотреть интересные видео на ютубе. Да, Лен? Вот, ребенок подтвердит. В Дании употребление марихуаны или наркотиков потяжелее незаконно. Но христиане — это исключение. По крайней мере, раньше была. В любом случае эта территория подчиняется датским законам. Можно, конечно, говорить о двух отдельных правовых системах, но в целом в Дании наркотики запрещены. Поэтому полиция иногда приезжает туда, но с 79-го года в христиане считается нормальным открыто курить травку. Но не другие наркотики. К героину, кокаину и другим таким вещам здесь относятся плохо. Раньше люди сами продавали траву и тут же тратили заработанные деньги. Но на сегодняшний день этим бизнесом занимаются банды. Думаю, то же самое произошло бы где угодно, потому что в этом деле крутятся большие деньги. Здесь это произошло быстрее, потому что у полиции был план. Они начали свою операцию по задержанию всех причастных. В итоге взяли около 70 человек и рынок тут же освободился. А вот так вот выглядят жилые районы христиане. То есть тут начинается такая сельская местность. Можно посмотреть, как народ здесь живет. Перемещается он на велосипедах, живет в таких каких-то сарайчиках. Повсюду, кстати, какие-то элементы сельского хозяйства. Какие-то тачки, шланги, удобрения. Деревенская жизнь. В центре Копенгагена совершенно другой мир. Внезапно открывается, начинается настоящая такая деревня. Жилые дома. Собачка. Бесконечные велосипеды, где живут вольные люди, которые хотят жить по своим правилам. Да, ну и собственно вот так вот выглядят жилые спальные районы христиане. Потому что то, куда ходят туристы покупать траву, выглядит как такой небольшой наркопритон. Там какие-то странные ребята, преимущественно не датской внешности, скажем так. Откуда-то приехавшие с каким-то балаканом. То есть прямо на них смотришь и понимаешь, что жулик. Продают как-то траву из-под полы. Ну почти из-под полы. То есть там стоят такие ларьки такие небольшие какие-то. Они все равно стараются как-то это скрывать, делать неявно. То есть какой такой выкладки товара, какой я видел в некоторых странах, здесь не встретишь. То есть это все выглядит максимально как-то нелегально. Вот это все происходит на одной улице. Поскольку здесь не первый раз, мне кажется, это такое развлечение для туристов. Они специально держат одну улицу, где нельзя фотографировать, где все там максимально строго. Где ходят какие-то жулики, возможно, какие-то даже ряженые актеры продают траву, чтобы поддерживать интерес туристов. Но на самом деле основные районы христиане, они выглядят вот так. Это такая тихая спокойная деревня, где ездят совершенно вот такие потрясающе милые люди на велосипедах. Перевозят своих детей, они занимаются сельским хозяйством. У них очень аккуратные домики, маленькие садики. Здесь вот тоже, например, какие-то детишки резвятся. Слышно. Они занимаются искусством, очень много творческих людей. Все как-то украшают свои домики, какие-то магазинчики, лавочки. И все это очень дружелюбно. За исключением, опять же, одной улицы, которую, как мне кажется, все-таки держат, чтобы пугать туристов. Вот посмотрите, просто потрясающие огородики, елочка, теплица, какие-то цветочки, тачка. Все что-то выращивают, что-то делают. Вот она, христиане, живут нормальные ребята. Никаких тут ни наркотиков, ни разврата, ничего. О, ничего себе, лошадки. Как хиппи, они живут, кто хочет, работает, кто хочет, не работает. Они какую-нибудь футболочку сделают, продадут ее, а тут деньги особые не нужны. И вот домик есть на воде, то есть народ тут где-то себе эти домики строит, какие-то непонятные. Возникает вопрос, откуда здесь электричество, откуда здесь вода. Я, кстати, не вижу проводов. Возможно, электричества в некоторых домах здесь и нет. А, нет, есть, нет, электричество есть, вон. То есть они как-то им пользуются. Вот, собственно, районный туалет. Судя по запаху, туалет не у всех есть дома. Но есть зато такой красивый дизайнерский туалет, где, например, мозаикой флаг христиане даже собран. Прямо на берегу какие-то непонятные транспортные средства. Не уверен, что на ходу сарайчики. Это просто из говна и палок построен какой-то дом. При этом вот к нему электричество не подведено. Я не уверен, что здесь есть электричество. Собака есть, электричества нет. Зато здесь дом по какому-то интересному проекту построен. Кстати, еще интересный момент. Говорят, здесь где-то есть какие-то лодки, на которых вообще можно чуть ли не бесплатно жить. То есть, если у тебя есть лодка и ты где-то здесь пришвартовался, ну, точнее, тебе разрешили это сделать, то можно вообще ничего не платить ни за аренду, ни за что, и жить в свое удовольствие. Вот классический житель христиане. Два велосипеда с какими-то пустыми бутылками, при этом один велосипед вообще без седла. Ну зачем седло, если ты живешь в христиане? И вот домик. Интересный проект, какой-то тоже необычный. Какой-то хлам везде. Отопление, судя по трубе, печное. А вот если подводка электричества, непонятно, потому что ни один провод не подходит. Или они под землей как-то прокинули кабель, или, возможно, электричества здесь действительно нет, и живут они за счет генератора. Таких велосипедов в кустах подозрительно много. Еще один дом. Дом тоже красивый. С точки зрения архитектуры все выглядит роскошно. С точки зрения ухода за всем этим добром все выглядит так, словно эту дверь никто много лет не открывал. Можно даже туда заглянуть. Жизнь есть. Видимо через другую дверь заходит. Какой-то велосипед тоже весь в паутине. Значит, другая дверь тоже выглядит так, словно ее никто не открывал. Очень все как-то загадочно. При этом стоит кондиционер. Если стоит кондиционер, то 100% они как-то подвели сюда электричество. Но все поросло паутиной. Непонятно. Как-то очень-очень странно. Это специальная зона. Специально зарезервирована для птичек и других животных. Явно велосипед оказался здесь не по своей воле. Труп прокатного велосипеда. И какой-то пирс. Проход закрыт. Цветы. Цветы. Здесь в Христиане есть детская зона. И почему-то все подходы к ней как-то перекрыты. Поэтому приходится идти по какому-то говну. Но поскольку девушка с собакой идет, можно ей довериться. И посмотреть, что значит вообще детская зона в Христиане. Пляжик, где пахнет сероводородом. То есть он как-то загнил немножечко. Красивый пляжик с качельками. Но вообще достаточно уютно. Гамачок. Опять бесконечное количество велосипедов. Разных форматов. Здесь какие-то видимо школы, мастерские. Народ тут как-то живет весело в своих коммунах. О, везут какую-то девочку. Такой вот красивый туалет. Ну и возможно, друзья, после увиденного у вас возникает вопрос. Как переехать в это райское место, чтобы вдохнуть свободу, жить в гармонии с собой, с природой и не знать бед? На самом деле переехать сюда не так уж и просто. Потому что христиане живет по принципу коммуны. Здесь есть 15 районов. И если вы хотите занять здесь какой-то участок земли и построить, например, свой какой-то маленький домик. Или занять чей-то освободившийся дом. Вам нужно получить согласие всех членов коммуны. То есть большинства недостаточно. Нужно, чтобы все жители вашего района согласились вас принять. И чтобы вы стали полноправным членом этой коммуны. Поэтому обсуждения, споры, дебаты, они иногда тянутся годами. И получить здесь резидентство очень и очень сложно. Зато если вам повезет, если все-таки вас примут, если ребята поймут, что вы свой, то можно жить относительно недорого. Потому что здесь, говорят, можно найти даже жилье за 3000 крон. А за эти деньги в Копенгагене снять вообще невозможно ничего. Поэтому здесь для правильных людей, которые искренне разделяют все ценности свободы, которые здесь царят, можно относительно бюджетно поселиться. Но сложно. Нужно доказать, что ты свой. Как это сделать, непонятно. Там гораздо дешевле, чем в остальных районах Копенгагена. Может быть, раза в три. Коммуна владеет всеми зданиями. Они не встроены во внешний рынок. Там никому ничего не принадлежит. Точнее, все принадлежит общине. Поэтому они могут сами назначать свои цены. Когда я переехал в Лиссабон, я сдал свой дом девушке из Копенгагена. И теперь она там живет. Из-за низких цен многие хотят жить в христиане. К тому же это зеленый район. Там спокойно, не так много машин. Это как совершенно другое общество. Пятнадцать лет назад одна датская газета проводила опрос. И они выяснили, что десять процентов жителей Копенгагена хотели бы переехать в христианию. Чтобы переехать туда не нужно много денег, но нужно быть активным, чтобы местные получше узнали тебя и могли доверять тебе. Община в христиане возникла вопреки воле властей. Но в Копенгагене не прочь сделать какую-то коммуну и официально. Например, вот это вот круглое здание. Это общежитие будущее. Его построили в 2005 году и оно вмещает в себя 400 человек. Архитектура здесь такая неспроста, необычная. Потому что с одной стороны вот это вот круглое здание, оно символизирует равенство. Равенство всех жильцов. С другой стороны, если мы посмотрим на вот эти вот комнатки, они все немножко разные. Одна выпирает, другая побольше, поменьше. То есть они немножко отличаются. Это подчеркивает индивидуальность каждого жильца. И это очень символично для Дании. Где с одной стороны все индивидуалисты, но с другой стороны все равны. Там замечательный внутренний двор. А во дворе, по идее, в этом круглом классном дворе все должны были собираться. Знакомиться, общаться. Может быть что-то вкусное кушать. Песни у костра петь не знаю. В общем, посмотрим. Но что еще раз интересно в этом здании, то что построили в 2005 году. Ему скоро будет 20 лет. А выглядит оно так, словно вот прямо сейчас бери, фотографирую и отправляю в какой-нибудь архитектурный журнал. В этом плане датчане большие молодцы. Они много внимания уделяют архитектуре и дизайну. Они приглашают хороших архитекторов, дизайнеров. Пытаются создавать такие новые достопримечательности, новые точки притяжения. Как, например, вот это вот здание. Итак, вот это круглое здание. Посмотрите, как оно классно выглядит. Почти 20 лет ему даже не верится. Так, вот что-то там, какие-то решетки ставят. Раньше во двор можно было спокойно зайти. А сейчас, неужели они закрыли? Очень не похоже на датчан. Эх, зря я их нахваливал, что у них все прозрачно и все открыто. А, нет, открыто. Все нормально. Открыто и можно туда войти. И вот посмотрите, как роскошно выглядит двор этого общежития. Здесь полянка. Правда, никто сейчас здесь не собирается вообще по плану. Здесь должны были собираться люди. И раньше, если мне не заменять память, здесь как-то народ тусил во что-то. Играл, сидел, может быть, была погода другая. Сейчас никто здесь не тусит, но посмотрите, какие вот эти вот комнаты. Каждая комната, видите, она разная. Есть побольше, поменьше, двойные, одинарные. Это выглядит, конечно, все невероятно. Ну и на первых этажах здесь находятся различные, здесь как общие зоны. Можно посидеть. Какие-то плакатики. Стирка. Здесь вот эта прачечная. Здесь можно зайти. Это почта. Почтовые ящики. А вот прачечная. Стиральные, сушильные машины. Ну что, друзья, как вам общежитие? Вспомните свое общежитие. Здесь ребята занимаются спортом, какой-то спортивный уголок. Ну и на всех первых этажах тут спортзалы, общие зоны, комнаты отдыха. Вот это какие-то мастерские там стоят, станки, какие-то деревообрабатывающие. Так, столяр, наверное, правильно. Я какую-то ерунду говорю. Вот здесь гараж для велосипедов. Огромный-огромный такой гараж для велосипедов. Да, и вот девушка приходит, у нее карточка, и по карточке открывается эта дверь. Здесь вот люди уже занимаются. Игровые комнаты, музыкальные комнаты. Вы посмотрите, да, стоит рояль. Ничего себе. Настольный теннис, хоккей. Ну что, а вот такое вот общежитие. Согласитесь, архитектура Копенгагена удивительная. На меня, как на архитектора по образованию, очень повлиял местный подход к строительству и обустройству жилых районов. А пост об архитектуре датской столицы стал началом моего блога об урбанистике. Думаю, среди вас есть те, кто смотрит меня еще с того далекого времени. А если вы на канале недавно, то не забудьте подписаться. Впереди будет много интересного контента. Я сделал репортаж о том, как датчане делают жилые районы. И, к моему удивлению, это стал чуть ли не мой самый популярный пост тогда в живом журнале. Были сотни комментариев, тысячи десятки, сотни тысяч просмотров. Люди не могли поверить, что могут быть дворы без машин, что может быть столько зелени, что необязательно строить многоэтажные муравейники без инфраструктуры. И я понял, что людям это интересно. С тех пор я начал больше писать про жилые районы, начал исследовать их в разных странах, искать хорошие, плохие примеры, удачные, неудачные. А началось это здесь, в Копенгагене. Поэтому сегодня, вернувшись сюда в очередной раз, я с такой вот любовью и ностальгией вспоминаю, с чего все начиналось. Ну а вот собственно местный центральный парк именно от района пришел, сделал фотографии, написал, мол, посмотрите, как можно жить, какие можно строить дома, что можно делать хорошие зеленые дворы без машин, что можно делать правильные, тихие, безопасные улицы. Благодаря вот этому району в Копенгагене я и увлекся урбанистикой. И до сих пор увлечен этой темой, не собираюсь останавливаться, потому что я кайфую, исследуя новые районы, наблюдая, как живут люди и перенимая какой-то положительный опыт. Конечно, очень хотелось бы заниматься урбанистикой в России. Сейчас это не совсем актуально и не совсем возможно, потому что когда все деньги тратятся на ракеты, на войну, не до урбанистики, не до качества жизни, остается только смотреть, как живут датчане, какие они делают новые районы, какие они строят дома, какие делают дворы. Смотришь на все это и завидуешь. Хочется, чтобы у нас было побольше такого. Понятно, что с того времени, тогда, когда я сюда приехал, ничего подобного даже близко не было в России, поэтому это все было в диковинку. Сегодня, естественно, появляются уже хорошие проекты, и сегодня в России никого не удивишь двором без машин. Это тогда 10-15 лет назад ты говорил, и тебе делали круглые глаза, да никогда не будет в России никаких дворов без машин. Сегодня двор без машин — это совершенно нормальная практика и в России, в новых проектах, более того, это становится уже конкурентным преимуществом, и застройщики уже не стесняются писать, что у нас двор без машин по проекту, и даже можно подороже продавать квартирки. Меняется, но до датчан нам еще далеко. Есть над чем работать. Я надеюсь, когда-нибудь в каком-нибудь далеком-далеком будущем к нам будут приезжать датчане в наши Мурино, Кудрово, Парнасы и другие районы, будут приезжать, смотреть на то, что делаем мы, и с завистью говорить, вот русские молодцы, вот посмотрите, как они строят, как надо делать, вот бы у нас в Дании так было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА